Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня у нас не совсем обычная передача. Наша передача посвящена ответам на ваши вопросы и на вопросы наших телезрителей. Такие передачи мы будем снимать теперь регулярно, периодически, так что вы можете оставлять свои вопросы, присылать их по электронной почте или оставлять их в социальной сети ВКонтакте в группе храма «Святых Жон Мироносец». Сегодня в нашей студии православный эксперт, священник, настоятель храма святого мученика Трифона, отец Николай Зинин. Здравствуйте, Борисович! Здравствуйте! Ну вот те вопросы, которые сегодня у нас прозвучат, скорее всего, мы на все ответить не сможем. Но их достаточно много, это вопросы часто задаваемые. По этим вопросам можно, в принципе, делать различные какие-то социальные статистику проводить. То есть, что православных христиан сейчас волнует. Вот. Вопросы будут разные. Вопросы будут посвящены как серьезным богословским темам, так и вполне себе бытовым, практическим. Вот. Ну и хотелось бы, наверное, начать с главного, так как у нас просто о вере. Мы поговорим с вами. Полезно начать именно говорить о вере, о церкви. Потом уже мы, может быть, перейдем к вопросам более практическим. Вот первый вопрос, с которым бы мне хотелось начать. Вопрос Надежды Григорьевой из Самары. Почему в православии так много язычества? Иногда видишь, как свечка, платочек, правильный поклон обожествляются больше, чем сам Бог. Мне кажется, это насущный, актуальный, злободневный вопрос, который нам с вами нужно непременно осветить, потому что действительно многих людей в храмах именно этот аспект отталкивает. То есть мы вот жалуемся на то, что у нас в храмах нету интеллигенции или ее очень мало, молодежь к нам не идет или идет, но опять-таки в небольшом количестве. Нам хотелось бы иметь интеллектуальных, знающих, умных людей. Но вот их как раз тот момент, что слишком много такого примитивного богословия в православии отпугивает. Вот что бы мы могли бы ответить Надежде Григорьевой из Самары? На самом деле актуальный вопрос, и отвечать на него, наверное, стоит с понятия, что такое язычество. Раз постулируется, что его много в наших храмах, надо для себя уяснить, что же такое язычество. Тогда будет понятно, как с этим дальше жить и есть ли оно в наших храмах. Я считаю, что если кратко как-то сформулировать, то для меня язычество — это такой уровень знания Бога нулевой. В плане того, что если человек не предпринимает усилий над тем, чтобы познать Бога, что-то о нем узнать, как-то духовно приобщиться к нему, помолиться, священное писание почитать, то его знания о Боге, они будут, скорее всего, языческими. То есть это тот уровень, который, вот как сказал Тертульян, что душа по природе христианка, тут можно, я бы, наверное, поспорил, что душа, наверное, по природе язычница, а для того, чтобы она стала христианкой, нужно поработаться над этим, как-то немножко вырасти в эту степень. Вот. И то, что часто очень слышно обвинение не только в том, что язычество в храме, а что там и какие-то греховные вещи происходят, надо просто понять, что церковь — это общество. И все болезни и пороки общества, они присущи не церкви, как духовному организму Богу человеческому, а церкви, как обществу людей. Как мне понравился, отец декан Кураев сказал, что процент предателей такой же, как и при Христе, один из двенадцати. То есть достаточно высокий процент людей, которые не могут справиться с какими-то своими такими серьезными пороками, как-то впадают в грех. Ну вот я бы еще, мне кажется, конкретизировал вот этот вот момент, что то, что понимается, например, понималось под язычеством, там, скажем, в античной Греции, понятное дело, что там мифы были всякие разные. У того же Кураева, отца Андрея мы находим подробные изложения. Если читать книжку Куна, да, вот, с изложением для детей всех этих мифов и легенд древней Греции, а именно тех мифов, на которых воспитывалась и возрастала в том числе греческая философия, там, понятное дело. Но она же, вот это язычество, оно как раз теснейшим образом связано с философией, например, древнегреческой. Поэтому, может быть, здесь вот и нельзя однозначно сказать, что язычество — это нечто непросвещенное. На мой взгляд, на мой взгляд, то язычество, которое мы сейчас встречаем в православии и в церкви, это отсутствие вообще, как сказать, не то что интереса, а поиска Бога. Ну то есть люди-то в храм, в общем-то, не к Богу зачастую приходят. Они приходят именно поставить свечу. То есть вот грубое махровое язычество, язычество не связанное, скажем, с философией, это обожествление предметов, обожествление природы, которая их окружает. Когда не хватает знаний, откуда берется гром, начинает обожествляться громовержец. Где-то там кто-то мечет гром и молнии и так далее. Когда физика не знакома человеку, да, в этом плане. И вот как раз, мне кажется, такое язычество наличствует у нас в церкви. А как вам кажется, батюшка, вот что нужно сделать для того, чтобы этого язычества не было у нас? Понятное дело, сейчас вот добрая часть зрителей, например, да и мы внутри себя скажем, ну, священник должен работу на приходе проводить. Я думаю, вы скажете, нет, мы не такие. Мы это уж не язычники. Слава Богу. Но на самом деле это присуще всем. Какой-то аспект. И еще бы я добавил, что язычество – это отношение к Богу, ты мне и тебе. Отсюда отношение к свечам такое. Как же так? Я же вот поставил свечку, а экзамены не сдал, к примеру. Получается, что либо Бога нет, либо вот как бы что-то я не так сделал. Но это вряд ли. Ну да. Я же поставил свечу, я же ее купил в лавке в церковной. И поэтому здесь проблем нет. Значит, вот можно усомниться. Я часто, довольно часто сталкиваюсь с такими проблемами, когда человек, вера колеблется от того, что он на свой языческий посыл внутренний не получает ответа от Бога. С другой стороны, это хорошо, что ответа нет. Что человек имеет в перспективе возможность осознать, что его концепция, его видение Бога ложное. Поэтому и ответа нет. И я очень долго об этом вопросе размышлял какое-то время и думал, ну на самом деле, а что же делать с этим? А потом просто пришел к выводу, что для многих людей это как некий костыль. Для того, чтобы прийти к чему-то более глубокому и более духовному. И лишать вот так человека костыля, он упадет. Ну как-то вот какая-то экономия в этом плане. Потому что на самом деле не грубое махровое язычество. А скорее, я бы сказал, что для России сейчас актуально суеверие. Как страх перейдут. Ну это тоже язычество, суеверие. Это тоже неполное доверие Богу, недоверие Богу. И желание оградить себя какими-то рамками безопасности. Христианство, Христос принес свободу людям. Как у Достоевского описано. Диалог великого инквизитора и Христа. Ты принес свободу, а она человеку не нужна, он тяготится ей. И вот это на самом деле очень глубокая вещь, что в Евангелии мы не видим законов в том виде, как они даны в Ветхом Завете Моисею. Не прелюбодействуй, не укради, не убей. Даже вот в Евангелии от Иоанна сцена с женщиной, которую застали в прелюбодеянии при Великой Христу, он не осуждает ее? Он не говорит, давайте побьем ее камнями, как написано в Ветхом Завете. Обращается к нравственному чувству каждого и говорит, кто без греха, тот пусть первый бросит на нее камень, и все уходят. И получается, что вот эта широта, как из душной комнаты на простор тебя поставили на поле или на берег океана, и ты, замерев дыхание, смотришь на все это, кто-то выдерживает, а кто-то пытается спрятаться вот куда-то в щель от этого простора и ограждает себя. Как вести в храме? Ну вот надо здесь поставить свечку, сюда поклониться, здесь вот так вот. И в рамках вот этих правил простых, которые я могу выполнить, мне христианство становится понятно. А в рамках... Ну, проблема заключается в том, что оно этим и исчерпывается для многих. Да. Ну вот, объясняя человеку, да, говорить ему, открывать широту Евангелия, красоту Евангелия, свободу Евангелия, да. Но вытаскивать насильно оттуда не получится, человек испугается, сломается, ему будет это непонятно. Поэтому... Вот тут вот вопрос есть от Винокурова Дмитрия из Казани, который может быть вот как-то в продолжении, да. Вот как церковь относится к целительству? Года два назад, когда заболела моя мать, я начал истово молиться, и она излечилась. Я понял, что во мне есть сила исцелять больных молитвой. Кто я с точки зрения церкви? Заблуждающийся человек. Почему? Мне очень понравился ответ одного духовного отца. Вот если мы порассуждаем с вами, то... Ну, это говорит о биологии, что человек — открытая система. Нам необходим приток энергии, информации и выход ее, соответственно, материи новой, для того, чтобы мы продолжали свое существование. И если мне не хватает энергии для себя самого, если мне необходимо есть, спать, отдыхать, то откуда во мне будет силы помочь кому-то еще, исцелить кого-то еще? Мы читаем в Евангелии вещи, когда Христос исцелял людей, и словом, и прикосновением. Но в отношении Иисуса Христа нам понятно, откуда это все уберется. В отношении себя самого я бы усомнился. Да, то есть это очень интересный момент, как человек увидел не то, что Бог по молитвам исцелил, а сделал акцент на том, что исцелил именно я своей молитвой. То есть, опять-таки, вот оно к вопросу о язычестве. И, ну, например, такую форму мы находим где-нибудь там в шаманских камланиях, когда человек камлает с целью подчинить себе Бога. То есть он там где-то от меня далек, дистанцирован, а мне вот нужно его взять, дернуть, вот, и подчинить себе, заставить выполнять мою волю. И вот человек, в общем-то, мне кажется, по этому пути ты пошел, то есть взял и... И писал себе. Я из того молился, и мама исцелилась. Так кому ты молился? Если ты молился Богу, его и благодари за то, что он послал тебе этот дар. Но, а если ты приписываешь к себе, вот... Я считаю, что самая большая опасность — это впасть вот в гордыню в эту ситуацию. Даже если вот у тебя получилось, надо поблагодарить Бога и не делать на себе акцент лишний. Потому что, вот, я себе не представляю в этой ситуации. Мне поэтому такие искушения и не даются. Потому что я бы однозначно впал в гордость. Это вот какое у меня будет самосознание, если я ощутил... По православному это прелесть называется. Да, вот очень тяжелое состояние, когда человеку невозможно помочь, фактически. Потому что он знает лучше. И какого батюшку он будет слушать, если батюшка-то не умеет исцелять, а он-то умеет. И о какой духовной... А вообще зачем Бог тогда в этой ситуации, если я сам могу исцелять? Буду истово молиться, исцелять. То есть вычитывание каких-то словесных, речевых формулировок. Это очень, на самом деле, вопрос сходный, да, с язычеством. А нужно ли в любой ситуации просить исцеление? Как относиться к болезни христианина? И тут тоже можно впасть в противоположную крайность. Ну, я буду принимать и нести свой крест, болезнь, и ничего вообще с этим не делать. Разболелся зуб, буду терпеть пока там. От боли не сойду с ума. В разумных пределах, конечно, мы... Те болезни, которые можно исцелить, надо их исцелить, излечить методами медицины, которые доступны. Причем на это есть ссылка конкретно на Ветхом Завете. Мы находим, да, что и врач от Бога. Вот, врач как раз, то есть и свои знания, и в том числе до какой-то определенной меры даже носитель некой божественной благодати, когда Господь ему спас пешку. И свои молитвы в основном там, продолжении. Ибо он тоже молится Богу. Не всегда, конечно, это бывает, к сожалению. Да, вот хочется тогда уж третий вопрос тоже прочитать. Вот в продолжение. Мы уже сказали, что язычество рождается... Ну, давайте мы назовем это не язычеством, а примитивной верой все-таки. Да, потому что, ну, спроси любую бабушку там или там входящего в первый раз в храм, он, конечно же, свечку не обожествляет. Внутри себя он, конечно, понимает, что он молится Богу. Но надежда на свечку, надежда на свой дресс-код, на правильно одетый платочек, на юбку, больше, чем на самого Господа Бога. Надежда на вычитанное правило перед причастием, опять-таки, рождает большую там... Уверенность. Уверенность в том, что я этого причастия там достойный и так далее. Так рождается все от малограмотности. То есть с печалью констатирую факт, что православные христиане либо не читают вовсе, либо читают мало, либо читают совершенно не то, что надо читать. То есть я удивляюсь, когда, например, знакомство с православием для человека начинается, там, я не знаю, с брошюрок про ИНН, вот, или там про Антихриста, когда он придет. То есть тоже этот момент, кстати, говорит. И что делать? Вот, ввиду этого, вот вопрос, который нам задает Егор Часов из Самары. Иной раз читаешь какие-то пособия и брошюрки. Так думаешь, что не начиная я с этого, вряд ли бы остался в церкви. Нужно ли их читать? Из каких книг вы бы порекомендовали начать знакомиться с христианством и православием, в частности? Что, батюшка, читать рекомендуете? Новый Завет. В первую очередь. И несколько раз. А все остальное приложится. А вот про пособия и брошюрки. У меня, слава богу, знакомство с православием именно с Нового Завета началось. Поэтому я вообще как-то к брошюрам не отношусь. Серьезно. Ну а сами какие книги читают? Компиляция. Я бы порекомендовал для духовной жизни Авудорофея. Это и для новоначального христианина, и для уже воцерковленного человека самая лучшая пища, я думаю, в наше время. Новый Завет и Авудорофей. Причем ведь, если мы говорим о том, что тексты Нового Завета, я вот по себе сам знаю, что первые несколько раз, когда я его прочел, это было просто повествование. Вот Христос, вот Он исцелил, вот пошел туда, сказал то, потом его распяли, потом его восклили. Мне было все понятно. Но это было просто повествование о жизни Иисуса. И дальнейшие тексты тоже. Деяния апостолов тоже все понятно. Апостольские послания труднее, но сложные места обходишь, не понимаешь просто их. И вот третий, четвертый раз перечитываю, вдруг открывается какая-то глубина текста. И какие-то... У меня был такой какой-то момент, когда я читал в четвертый или в пятый раз Новый Завет или в третий, и вдруг я увидел слова, которых я не видел. И вот митрополит Антоний Сурожский об этом пишет, что читая Священное Писание, ты иногда видишь то, что не видно. Вот он рассказывает про себя, что у него был сложный момент жизненный, и он читал книгу пророка Исаии. И вдруг он читает слова «Отдай сердце в пищу жаждущим и аучущим». И он перечитывает несколько раз и читает эти слова. И он понял, как надо поступить. Потом, когда он возвращался к этому тексту, там таких слов не было. Даже такое бывает. Так же бывает с Новым Заветом. Вот у меня такая была ситуация. Как будто ты идешь тропой уже прохоженный несколько раз, ты уже знаешь, о чем тут написано. И вдруг останавливаешься над обрывом и понимаешь, что тут нет тропы. А тут обрыв. И как ты тут ходил, было непонятно. Просто перелетал как-то и не углублялся. Поэтому вот если говорить, с чего начинать, это вот Альфа и Омега, Новый Завет. Это на самом деле вечная книга. И если начинать с этого, то многие острые проблемы актуальные сегодняшние можно обойти. В том числе и ненены, в том числе какие-то страхи, опасения, излишние суеверия. Новый Завет помогает укорениться, укрепиться. А что касается духовной жизни, аспектов поста, там, послушания, молитвы, это Ава Дорофей. — Ну я бы вот еще немножко дополнил. Я бы все-таки рекомендовал некоторых современных авторов, вами упомянутого, митрополита Антони Блума Суружского. На мой взгляд, его понимание и отношение как раз к христианству, оно вот то, каким оно должно быть в идеале. На мой взгляд. И с этим можно поспорить, не все митрополиты Антони любят. Но, на мой взгляд, вот если ты хочешь понять вообще, как христианин должен жить, ну, скажем, Евангелие, оно повествует о заповеди, да? Оно повествует о том, как надо жить. Но как это реально реализовать в своей жизни, это вот надо уже где-то как раз хватать таких вот светочей, которые действительно попытались... — Ну, митрополит Антони уже уникальная личность. Первый, когда он спросил духовного своего отца, что ему читать, то он сказал, ну, первые 15 лет читай святых отцов, а потом что-то другое можно. И он так и сделал. То есть вот на самом деле его видение, его понимание христианства, оно основано на святоотеческих корнях. Ну, оно, конечно, индивидуальное в какой-то мере, но достаточно, да, актуальное для современных людей, поскольку он жил в 20 веке, конца, начала 21-го. И наполненное святоотеческой традицией. Ну, и потом, я кажется, очень важно для христиан знать не только вот как бы о чем говорил Христос, но и главным образом, чем это все отличается, например, от других религий. Потому что вот сейчас у нас уже время немножко подходит к концу, мы, скорее всего, в следующей с вами передаче ответим на другие вопросы. Там есть в частности вопросы, которые посвящены вот как раз излюбленные теми, что все религии говорят об одном и том же. Вот. Так вот, важно знать, чем отличается, да. И тут, мне кажется, замечательным подспорьем будут книги отца Андрея Кураева, замечательная книга «Дары и анафемы», на мой взгляд, повествующая, рассказывающая о том, что христианство даровало тому античному миру, в который оно пришло, что оно анафеманство запретило навсегда. И чем качественно, да, вот христианство действительно отличается от других религий. Ну, книги, касающиеся догматического богословия, это тоже тот же отец Андрей Кураев и Алексей Ильич Осипов, мне кажется, тоже здесь поможет. Святых отцов, безусловно. Святых отцов, безусловно, но очень часто люди жалуются на то, что мы живем в 21 веке, уже язык их непонятен. На каком языке они говорят. А потом здесь очень важно понять, что у них даже язык не эпохи, не какого-то времени конкретного, а язык опыта. То есть, когда перед тобой святой человек, да, и он тебе говорит молись, вот. Очень сложно это как-то вот в себя вместить, потому что он-то как раз понимает то, что надо за этим словом. Можно помолиться ему и вместить. Батюшка, ну, спасибо большое вам за ваши ответы. Не так много вопросов мы с вами успели осветить. У нас еще будут две передачи с вами, где мы продолжим беседы на вопросы наших телезрителей. А с вами, дорогие друзья, мы сегодня на сегодня прощаемся. Еще раз напомню, что ваши вопросы вы можете присылать либо по электронной почте, указанной на экране, либо оставлять свои вопросы в теме обсуждения, просто Аверия так и называется, эта тема обсуждений, в социальной сети ВКонтакте, в группе Храма Святых Жен Мироносец. До свидания, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»